Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от грунтовых дорог. Я ехал из Москвы в свои родные Пенаты, в Донбасс, и уже под Ростовом в конце моего путешествия решил срезать угол. Вот таким путем Яндекс меня отправил. Но надеюсь, что эта дорога выведет куда-то на шоссе или на трассу, потому что пока... Вот я просто представляю, что если бы у меня была машина с другим клиренсом, уже тут было несколько участков, на которых просто нельзя было снимать, потому что это были просто как лунные кратеры. Ни души, ни одной проезжающей машины. Я по мере продвижения по этой грунтовой дороге вел такой видеодневник. Я надеюсь, я сейчас отсюда выберусь, пока связь еще есть. В общем, дорога раздваивалась, и не было вообще никаких знаков. Я ушел налево, тут вообще просто непролазное болото. Но, в общем, я сейчас надеюсь, что я назад сдам. В общем, вот так вот, конечно, полное приключение. В этот момент пропала сотовая связь и пропал интернет. Я открыл дверь автомобиля, увидел, что машина просто проваливается в трясину. Уже левое колесо погрузилось по самый верх в болотистую жижу. Выйти, конечно, было нельзя. Не хочет! Я открыл окно, включил на мобильном телефоне фонарик. Начал делать такие круговые движения, сигнализируя «иди ко мне». Минут 20 делал, и чудо вдалеке показались фары одинокого грузового автомобиля. Добрый самаритянин Иван, водитель КАМАЗа местный, мне помог с пилотированием. Моя «Лада Веста Кросс» вылезла из такого болота, что просто любая другая бы машина, ну, кроме джипа, наверное, да, или кроме какого-то военного автомобиля или грузового, просто бы здесь застряла. Сейчас поставил ровно. А сейчас... Ага. Можно? Вот я сейчас уезжаю задом. На этой одинокой дороге мне встретился этот невероятный человек. Вот я сейчас за ним поеду, и он меня выведет к Успенке. Значит, я вообще, честно говоря, не был уверен, что я выеду отсюда. Я рад, что осветил свою новую «Ладу» за сутки до моего приключения. Когда я на следующий день добрался до Донецка, мне казалось, что машину придется серьезно ремонтировать. Но я для теста проехал по замечательным донецким дорогам, и оказалось, что и руль прекрасно держится, нет никаких звуков странных. Я смотрел днище, там не было ни одной выбоины, хотя казалось, что там должны быть после моего приключения сплошные вмятины. «Лада Веста Кросс» не подвела. Потом, после того, как я отвез машину на мойку, ее хорошенько вымыли, выдраили. Я еще раз проехал по улицам Донецка и убедился в том, что приключений этого как будто бы и не было. В начале рассказа я предложил держаться подальше от грунтовых дорог, ну, как от торфяных болот в собаке Баскервилей. Понятно, что этот совет только тем, у кого нет подходящего автомобиля, вроде «Лады Веста Кросс». А так, вперед и с песней. Темнота впереди, подожди, там стеною закаты погровые, встречный ветер, косые дожди и дороги, дороги неровные. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте.